что вы говорите меня еще интересует это мне пересказала надежда моя она говорит вот это вот бабуля то у нее муж сидел в тюрьме и он вроде с тобой трещался да вы расскажите еще он тебя рассказывал как ну чё ну это же но было конечно да как назвать то было может а пилюгин александр какого он года рождения какой год рождения 29 11 лет старше тебя он 29 года рождения а за что он там был тюрьмета за что он работал в речи порту начальником жкх вот и тут на него написали это самое письмо что якобы он деньги расходует не по назначению то есть он нанимал бригады и там какие-то были еще представлены лица и потом деньги они делили между собой я не знаю этого у дяди я них никаких не видела у меня был обыск дома там вообще пришли о так главный бухгалтер живет они думали у меня в подпале тушенка сгущенка это давнишнее время давно время 86 году да 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 86 году это уже больше двадцати лет прошло больше тридцати даже лет и вот в общем его его посадили его посадили он был член партии коммунист до мозга костей был вообще вот он 29 года он это самое на с японцами он воевал ну ему канал военный был в свое время когда молодой то бы и вот он когда пришел оттуда он у него что-то с головой уже было тогда наверно потому что у него так все это подействовало и смотрю у него на шее крестик висит ягру саша а что это такое он говорит ты знаешь что вот возле меня был человек лапкин игнатий игнатий слушай а ты такой симпатичный был правда черный и такой симпатичный я знаешь почему знаем я когда приходила я главным бухгалтером работала борсе и когда я приходила с передачей столько было женщин к тебе приходили вот к себе приходили аж даже со слезами за что тебя посадили непонятно я реабилитирован как жертва полиции я знаю я знаю и о тебе так хорошо отзывались поэтому когда мне саша рассказал про тебя я ему поверила потому что я видела женщин которые рассказывают или в болгарии или где-то еще было не знаю а тут отовсюду приезжали отовсюду приезжали да и вот ты знаешь и он такой был говорят человек он не член гэрит партии нет но он человек он говорит к любому подходил ну как сказать ко всем приходим подходил каждым подходил отдельно говорит он каждого понимал говорит и от Он рассуждал правильно, и вот говорил правильно, говорит, а мы-то, говорит, что знаем, мы ничего, говорит, не знаем. Я вот член партии, и то, говорит, это самое, ну, я не знаю, за что его посадили, я его понятия не имею, потому что денег я никаких не видела. Я жила на зарплату честно, я детдомовская. А сколько он там отбыл в тюрьме-то? Он отбыл там, да не в тюрьме он был, в изоляторе, на горе, на горе. У него был два раза суд, и суд ему ничего не принял, штраф только дали, штраф. Он сколько не сидел, нет. А за что сидеть-то, я не понимаю. А как он понял, что рассказывал-то? Он знал, что мы с вами встретимся, что ли? Откуда? Нет, так он знал, что ты наш сосед. Вот что. Так это, потом у меня дом-то этот был, тогда я не был соседом. Ты не был соседом? Нет, я жил в другом месте. Я не знаю, где ты жил, но он мне говорил о тебе, а потом я узнала, что ты тут, Лапкин, сосед мой, понимаешь? С 97-го года здесь. С 97-го года? Да, это же мне площадь дали два дома, когда суд-то был, а они мне, государство, должны были, что изъяли у меня. Я же перевозчиком с разных языков был. И это 11 миллиардов, миллиардов по тем деньгам. 11 лет шел суд, они его замазывали всякое, и наконец Баварин, все собрались, которые люди такого высокого звания, и говорят, давайте поликончим ел. Руки, ноги, говорит, Лапкина не вставишь, со мной что было, делали-то. А это, говорит, надо решить. И вот решили, а рассчитываться нечем. А судебный исполнитель, а суд был вот сейчас на этой стороне. А я знаю, вот, на Пушкин. Да, там музей, музей искусства, литературы. А Пушкин, да. Да. Ой, господи. Да, это она просто ударила. И вот, как Господь это все начинает думать, это нельзя самому так это придумать. И вот, когда они судили, и судебный пристав, женщина, и она пришла, а сделали так, КГБ в стороне, а ответ городская администрация. Ну, через нее что-то там было. А у меня близкие отношения с Баварином были. Он ко мне приезжал сюда, он тоже голубятник был. Ну, Баварин хороший был человек. Очень хороший. Я про себя скажу, для меня был очень хороший. И вот тогда они решили, как рассчитаться, денег нет. Она говорит, арестовываю все счета, ни один бюджетник в Барнауле не получит, пока сладкими не рассчитаетесь. Они говорят, денег в бюджете нет, как рассчитаются. А поговорить надо, может чем-то заменить. Я говорю, нам нужно место, где мы храм отдельно сделаем, и было где жить. И вот тогда договорились, и меня привезли вот сюда, напротив суда. А второе, предложили горелый магазин напротив тюрьмы. Я говорю, нет, тюрьма это окончательно уже. А тут суд, на двое. Я говорю, здесь. Я один-то думал, вот это дом, я говорю, а второй, а то тоже туда входит. Я просил, спрашивал тогда, задействован Божжинодорожный район, там себе, этот, Петров. А он был помощником у Баварина. Ну и глава администрации тогда он еще был. Он говорит, ну а с какой площади сделать? Я говорю, ну, посмотрел, какой у него секретарь где. Ну, метров 100 квадратных. А мне подали 226. Это Бог сделал так. И когда мы подвал рыли, тут все у нас землей заварено было. Я к Баварину только звонок, сразу машины, и он меня везде ввел. Две домовые книги у меня сейчас. Это все строило денег, не пробьешься. Баварин, он же уважаемый такой был. И когда он давал отчет за работой, меня всегда приглашал там в музыке какой-то дома где-то. Вот как было дело-то. Вот что. И вот тогда мы здесь уже с вами. Я никак не пойму. А его уже не было, он уже умер. Да, он погиб. Он погиб, Баварин. А, Баварин погиб. Я говорю, моего мужа не было, он уже убил. А тогда-то он меня не знал. Почему он вам про меня рассказывал-то? Почему? Он говорил, я запомнила Лапкина. И я была, когда на передаче, я не раз была там на горе-то с передачами. Я видела вас. Я почему, я говорю, симпатичный вы был, черный такой. А сейчас нет? Ну, сейчас, сейчас, сейчас уж мы все одинаковые. Ну, даже не, как это так? А я думал, где-то то же самое. Да? Нет, нет. Время-то я тоже не то же самое. Мне кажется, мне лет 30 где-то. Я больше никак не беру себе. Потому что возраст определяется востребованностью. Нет, ты посмотри, хочу. Я все время с молодежью и работаю, и везде все делаю. Молодец. Движение – это жизнь. Да, жизнь. Мы там пять прудов восстановили. Деревню же строим православную в Мамотовском районе. Мамонтовский – хороший район. Хороший район, да. Ну, и мама моя сидела, где передачку приносят-то. Ну, и бабы-то рассказывают, моего сына ни за что взяли. Он там товарищ, виноват не он. А мама послушала ее, Мария Егоровна звать. А он все-таки. Чуть-чуть. И она говорит, о, бабоньки, как вам тяжело, ни за что. А моего-то сына взяли за что? Как за что? Так я его сама благословила на тюрьму. Чтоб он проповедовал, шел и там, и здесь. Ага. Бабы так и ахнули. Ничего подобного. Ничего подобного. Мой-то тоже говорил, что вот этот человек, говорит Лапкин, он ни за что сидит. Но я видела, сколько народу шло к вам. Вот правда. Я-то одна ходила. Когда мне разрешали говорить, а говорить там через два стекла. А там прямо кверху на стекло лезли, женщины уставали. Я знаю. Я же все видела. Суд-то у меня был здесь. Так откуда только они прилетали? И сейчас другое государство там. Я знаю, что народу было очень много. Очень много. Правда. Тут меня, когда они затаскивали в суд, 12 краснопогонников, солдат. А пройти нельзя. Они меня через толпу вот так прорывали. Ой, господи. Вообще кошмар. Какой-то кошмар. Да, главное, стали пускать молву, что нашли радиостанцию у меня в подвале 48-й школы связь с японской разведкой. О, господи. О, господи. Я говорю, по-английски еще бы я, по-английски, по-немецки я разговаривал в то время. А японский я не знал. Что бы ради-то? Ой, да что угодно сочинят. Господи. А мужчина, который там стоит, почему закрытый суд сделали вдруг? Он говорит, он-то сказал, может, правильно. Говорит, а знаете, когда малолеток насилуют. А жена услышала, краем ухом, она пошла там, такую панику. Вы что говорите? Да нет. И этого солдата охранял, его убрали. Он говорит, я не говорил, я сказал, когда закрытый суд, это вот такая, статья такая. А мою статью она не знал. 190 приму Караса ПСР. О, господи. Я статьи не знаю, я вообще не знаю. Даже начальник тюрьмы всю жизнь проработал, Соломин Александр Семенович. Посмотрел. Ну, статья-то у тебя легкая, сынок. Потом у нас с начальником тюрьмы вызывал, беседовали. И когда потом, у меня КГБ здесь, по санкции московского КГБ меня арестовали, МГБ. И поэтому местные уже не старались. Меня вел, когда дело, подполковник Николин Юрий Михайлович. Очень хороший человек. Почему-то у меня всегда хорошие люди попадали. И милиция, и все хорошие. И потому что сам хороший. Ну, это правда. Вот мы же были так, со мной, нашу камеру 112-ю, называли камерой академиков. Сидел директор в Северс-Мамотского района. У него космонавты, все там, главные рыбы Халфайского края отдыхали. И преподаватель аэродинамики, второй группы космонавтов. Ох, ос. Лозин Анатолий Максимович. Ну, надо же, надо же. Ну. И у меня сколько там людей в тюрьме, которые покаялись. Политотдел, потом с ним дружбу водили. Улиновский. Вот видите, что делается. Владимир Александрович. Ну, вот я говорю, что он у меня был до мозга, он был член КГБ, и партийный был, все это самое. И он вышел оттуда, он веровать стал, понимаете? Веровать стал. И только благодаря Лапкина. Вот и что. Это ВККБ, она называлась, КПСС. Ну, ладно, матушка. Вот так вот. Вот я несколько дней вас не видел, хотел жену посадить. Мы не любим надоедать. Вас не видно. А я в огороде. Ну, вот и что. А потом у меня с Санкт-Петербурга сейчас внучка приехала. У меня же дочь, то я сгородила. А внучки возле меня. И младшая, и старшая. И правнуки у меня. У меня три правнука, и одна правнучка. И все они ко мне ходят. Вот вот что. Приезжают. А кошек-то кормила? А их нет? А я их переселил. Володя-то у меня поехал в деревню. Они у меня сейчас всем, как я их кормлю там. Ну, а как не кормить их? Ну, а как? Они же зиму-то у нас находятся. До тепла. А в тот раз у нас было семь кошек кормили. А когда собак-то сколько было, я их всех кормил здесь. Всю улицу. А кошмар отца вы. Ну, все-то да, я благодарю вас. Ну, ладно. Живите долго. Как звать величать-то вас? Зинаида Николаевна. А, зинаида Николаевна. Вон оно как. Там строят-то какое. Они нас не будут сталкивать дальше строить. Дома наши не порушат. Не слышно. Не слышно. Все, я ушел. Ну, я не знаю. У меня Александр Борыч, он о вас очень хорошо говорил. Спасибо, Христос. Я никогда бы к вам в затвор-то так-то не пришел. А так встретились. Ах, штык, господи. Спасибо, Христос. Спасибо вам.